Здравствуйте! Это Международные новости. В студии Инесса Буланкова поговорим о событиях минувших 7 дней. Итак, коротко о главном. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ...разминированию жилых домов, чтобы туда могли вернуться мирные жители. Военным удалось полностью очистить 11 сел в Горной Латакии. После отступления боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ обнаружили сотни мин. В жилых постройках их прятали даже в детских игрушках. На улицах до сих пор находят противотанковые снаряды. За день удается обезвредить около дюжины взрывных устройств. Потери среди военных не было. Отмечается, что все прошли подготовку у российских саперов, оборудование и снаряжение также российского производства. Выжить вопреки обстоятельствам. Смертельно больному британскому мальчику Чарли Гарду дали шанс на спасение вместе с гражданством США. Теперь родители 11-месячного ребенка Кони Йейтс и Крис Гард смогут вывезти его за океан для экспериментального лечения, сообщает ТВ-центр со ссылкой на Индепендент. Решение о предоставлении американского гражданства британскому мальчику принял на этой неделе Конгресс. Этот шаг может обязать лондонскую больницу Грейт Ормонд-стрит, где находится пациент, дать ему пройти курс нуклезиодной терапии в Соединенных Штатах. Чарли, который родился с редким генетическим заболеванием, продолжает поддерживать жизнь в детской больнице, в то время как его родители отстаивают в суде право своего сына на лечение. По словам врачей лондонской больницы, медицина в данном случае бессильна. Они советуют паре отключить мальчика от искусственных систем жизнеобеспечения. Британский суд уже постановил, что врачи вправе отключить Чарли от аппарата искусственной вентиляции легких, ну а родители не могут вывезти его на лечение. Они оспорили это решение. Ранее поддержку родителям мальчика выразили американский президент Дональд Трамп и папа римский Франциск. Преданность делу и человеку до последнего дня. Врач, сделавший Японию страной долгожителей, ушел из жизни на этой неделе в возрасте 105 лет. Легендарного создателя уникальной медицинской системы зовут Сигеаке Хинохара. Он родился за год до того, как утонул Титаник. В течение десятилетий он возглавлял международную больницу Святого Луки в Токио. Лечил жертв атомной бомбардировки и мировых звезд. Более полувека доктор Хинохара проводил комплексные медицинские осмотры, которые на сегодня являются стандартными для женщин среднего возраста в Японии. Он выступал за профилактическую медицину и призывал пожилых людей к активной жизни. Считается, что именно введенная им в 1954 году система комплексных ежегодных проверок сделала Японию страной долгожителей. За свою долгую жизнь Хинохара написал 75 книг. Особое место среди его трудов занимает эссе «Жить с умением» – бестселлер 2001 года. Королевский скандал разгорается в Британии. Принц Гарри готов пожертвовать титулом и привилегиями наследника престола в пользу тихого семейного счастья. В прессе давно появились новости о том, что принц Гарри готовится к важному событию в своей жизни – женитьбе на возлюбленной Меган Маркл. А вот снимет ли молодой монарх в себя обязанности, зависит в большей степени от его бабушки, королевы Елизаветы. Известно, что она категорически против избранницы своего внука. Меган Маркл – разведенная актриса. Однако, занимательный факт – Елизавета была коронована только потому, что ее брат, престолонаследный принц Эдуард VIII, предпочел титулу «любовь» и, нужно заметить, не прогадал. К слову, принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон полностью поддерживают Гарри. Предложение руки и сердца он планирует сделать накануне своего 33-летия. Археологи обнаружили изображение самого древнего в мире смайлика, сообщает Russia Today со ссылкой на турецкие СМИ. Он изображен на кувшине, который нашли при раскопках в городе Каркамыш в юго-восточной провинции Газиантеп. Кувшин датируется приблизительно 1700-м годом до нашей эры. Предположительно, он использовался для употребления щербета – сладкого напитка. Специалисты пока не могут ответить на вопрос, с какой целью мастера рисовали такой символ на кувшине, но уверенно называют его улыбкой. Сейчас ученые планируют передать кувшин в археологический музей Газиантепа. Ранее сообщалось, что удача улыбнулась и словасским археологам. Они нашли смайлик в юридическом документе XVII века. А до этого самым старым смайликом считалось изображение двоеточия и закрывающие скобки в поэме английского поэта эпохи просвещения Роберта Геррика. Официально же смайлик как форма выражения эмоций возник в 1982 году. Продолжим говорить об искусстве, перенесемся на просторы современности. О самых ярких событиях, произошедших и грядущих, расскажет Анна Коваленко. Здравствуйте к новостям культуры. Посещение архитектурных памятников Древнего Рима стало еще более захватывающим благодаря новому мультимедийному проекту. Теперь туристы могут увидеть, какие фрески украшали дома и дворцы римской знати более 2000 лет назад. Как сообщает портал НДТВ, соображения проецируют на стены древних галерей, которые соединяют разные здания. Картинки, сменяя одну на другую, создают удивительный эффект оживших полотен. По словам Франческо Просперетти, сотрудника Министерства культуры Италии, это не просто выставка, это инициатива, эксперимент. Мультимедийные инсталляции позволят посетителям глубже понять историю Древнего Рима. Полотен центральный из семи главных холмов Рима. По преданию, здесь и возник Древний город. А Римский форум появился более 2500 лет назад после того, как царь Торквини Древний приказал осушить болотистую местность. На территории Римского форума располагаются древние арки, храмы и базилики, что по сей день является одним из множества мест паломничества туристов. Еще одна необычная выставка открылась в Южной Африке, сообщает Евроньюз. Там художник по имени Мангени Бутилези создает свои произведения из бытовых отходов, а именно из пластиковых бутылок. Сегодня сам пластик – незаменимый материал для его картин. В Йоханнесбурге открылась выставка Бутилези под названием «Налог на сахар», посвященная вреду безалкогольных газированных напитков. По словам художника, главные темы выставки – переработка отходов и борьба с чрезмерным потреблением сахара. Вот чем должно заниматься общество сегодня. Ведь без должного контроля у нас могут возникнуть серьезные проблемы, считает мастер. В среднем картины Бутилези состоят из 5000 пластиковых элементов, склеенных горячим воздухом и покрытых акварелью. Цена некоторых из полотен доходит до 15 тысяч долларов. Полувековой юбилей знаменитого балета «Драгоценности» Джорджа Баланчина отметит в Линкольд-центре в Нью-Йорке грандиозным проектом. Как сообщает портал НДТВ, он объединил три ведущих балетных коллектива мира – труппу Большого театра, Нью-Йорк-Сити и Парижской оперы. Джордж Баланчин – хореограф грузинского происхождения. Учился в балетной школе при Мариинском театре, работал в русском балете Дягилева в Монако, а позже переехал в США. На 1948 году основал труппу Нью-Йорк-Сити. Трехчасовая постановка состоит из трех актов. Первый под названием «Изумруды» отвели артистам из Парижа. Вторую часть «Рубины» исполнит хозяева сцены. А третью «Бриллианты» на музыку Чайковского выпало исполнять артистам Большого театра. И в заключении новость из северной столицы. Там Петербургский музей уличного искусства объявляет о старте бесплатных экскурсий на жестовом языке для глухих и слабослышащих людей. По словам директора музея Андрея Зайцева, подобные практики инклюзии распространены в ведущих музеях мира. Среди них, например, Метрополитен-музей в Нью-Йорке. И мы очень рады быть в их числе. Летняя выставка музея стрит-арта этого года – праздник вам приходит, приурочена к столетию революции в России. Более 60 художников со всего мира размышляют о феномене революции, ее силе и неизбежном изменениям, которые с ней связаны. На экскурсии гиды расскажут о самых важных работах выставки, а также о процессе ее подготовки. Экскурсии проводятся бесплатно для посетителей с инвалидностью и одного сопровождающего. Американка, чья свадьба за 30 тысяч долларов отменилась в самый последний момент, вместо того, чтобы пойти под венец, накормила более сотни бездомных людей. Сара Каммингс, 25-летняя жительница штата Индиана, арендовала зал отеля Ридс Чарльз под Фуршет, сообщает Лайфрум. Причина отмены свадьбы до сих пор неизвестна. Поскольку все заказанные украшения, угощения и банкет не подлежали возврату, Сара Каммингс нашла им полезное применение. Она позвонила в приюты, которые располагаются в ее районе, и пригласила на торжественный обед 170 бездомных. Таким образом, молодые люди смогли облегчить не только свою боль, но и тех людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Несостоявшийся жених Сары, Логан Арауджо, признался, что гордится своей невестой, ведь она смогла принять такое самоотверженное решение в кратчайшие сроки. Для бездомных было организовано движение специальных автобусов, которые доставляли таких гостей из приютов на банкет. Местные предприятия пожертвовали им одежду для такого торжества. Героем недели стал четвероногий спасатель из США. Во время прогулки по пляжу домашний любимиц внезапно бросился в воду на глазах у своих хозяев. На берег спасатель вернулся уже с детенышем оленя в зубах. Пес аккуратно положил малыша на берег и даже пытался оказать ему первую помощь. Помогал подняться, подталкивал и облизывал. До приезда ветеринаров не отходил ни на шаг от спасенного. Жизне олененка сейчас ничто не угрожает. По версии врачей, малыш потерялся, когда бросился на утек, испугавшись рева машин или криков туристов. Олененок скоро полностью восстановится, ну а пока специалисты занимаются поиском его мамы. В Санкт-Петербурге состоялся праздник «Донорское утро». Благотворительный фонд «Адвита» собрал всех друзей фонда и желающих присоединиться к команде неравнодушных. Поиском доноров крови «Адвит» занимается уже 15 лет и за это время были достигнуты серьезные успехи. База выросла до 5000 человек. Какова роль донора сегодня и почему без них не обойтись, выясняла Юлия Нацаканова. С самого утра десятки доноров, желающих помочь детям и взрослым с онкологическими заболеваниями, собрались в отделении переливания крови имени академика Павлова. В основном это молодые люди от 18 до 40 лет, ведущие здоровый образ жизни. Благотворительный фонд «Адвита» традиционно собрал всех ради жизни. Мы стремимся всегда рассказывать о том, что донорство крови безопасно, ну естественно, если человек здоров и не имеет противопоказаний. И о том, что вы всегда можете помогать тем, кому тяжелее, тем, кто лечится от тяжелых заболеваний, не только деньгами, но и, например, своим здоровьем. Перед сдачей необходимо пройти несколько специалистов и уже после посетить процедурный кабинет. История такая постоянная. Сегодня 16 раз. Мы с 2012 года с фондом «Адвита» дружим и постоянно сдаем. Важно, потому что мы сдаем постоянно для детей, они такие самые незащищенные у нас. Заболеть может каждый, у нас тоже у всех свои дети есть, поэтому нужно помогать. Больных меньше не становится, а крови переливать тоже много достаточно. Переливание сейчас и доноров катастрофически не хватает, именно в летний период. Для нас самое актуальное – это, конечно, во-первых, все редкие группы крови отрицательные, и первая группа крови как положительная, так и отрицательная. Ее остро не хватает. Завершилось все небольшим концертом перед открытым небом. Гостей ждали розыгрыши, подарки и выступления музыкантов, а также мастер-классы. Участники акции отметили, что подарить жизнь может каждый. Если у вас есть возможность, приходите, сдавайте, если нет никаких противопоказаний. Потому что, ну, если реально же можно помочь, это же реальная помощь людям, детям, тем более. Юлия Мнацаканова, Антон Антипин, Новости ТБН. В редакцию нашего телеканала приходят письма с призывами о помощи. Невыдуманные истории людей, которые стойко проходят свое испытание. И все это благодаря неравнодушным людям со стороны. И сейчас мы обращаемся ко всем нашим зрителям с просьбой о помощи. Финансовой и молитвенной. Она необходима мальчику по имени Данил Чапуров. Ему 15 лет. В мае этого года врачи поставили ему диагноз «острый лимфобластный лейкоз». Со страшными болями и на инвалидной коляске мальчик поступил в израильскую больницу Шеба. После первого же курса химиотерапии боли практически исчезли. Местные врачи дают положительные прогнозы. Интенсивный курс лечения займет 9 месяцев, в то время как вся борьба с болезнью может продлиться до двух лет. Шансы спасти жизнь Даниила Чапурова велики. Поэтому родители мальчика верят, что с помощью добрых и отзывчивых людей, посланных Богом, победа станет возможной. Подробности лечения, а также повседневной жизни Даниила Чапурова можно найти в официальной группе сбора средств ВКонтакте по адресу, который вы в данный момент видите на своих экранах. В продолжении выпуска новости христианского мира их расскажет моя коллега Жанна Мамилова. Спасибо, Инесса. Прошедшая неделя запомнилась следующими новостями. Банк Англии представил новую полимерную банкноту достоинством в 10 фунтов стерлингов с изображением христианки, известной писательницей Джейн Остин, сообщает христианский портал Инвиктори. На предыдущей бумажной версии купюры был портрет Чарльза Дарвина. Презентация банкноты была приурочена к 200-й годовщине со дня смерти Остин и прошла в соборе Уинчестера, где она похоронена. В оборот купюра поступит 14 сентября. Джейн Остин известна миру как автор романа «Гордость и предубеждение». Кроме романов и рассказов, Джейн Остин написала сборник молитв. Изначально он предназначался для ежедневного вечернего чтения в кругу семьи, но затем вышел отдельной книгой. Каждая из молитв наполнена благодарностью за Божье благословение и стремлением к жизни в святости. В этих молитвах отображалось сердце женщины с живущей верой. Руководство социальной сети Facebook без каких-либо объяснений заблокировало 18 июля более 20 католических страниц. К 19 июля аккаунты стали вновь активны, но никаких комментариев от Facebook до сих пор не последовало, сообщает Благовест.Инфо. Большинство заблокированных страниц были открыты жителями Бразилии, в то же время часть из них англоязычные. Одному бразильскому католику-администратору заблокированного аккаунта в руководстве Facebook сказали, что на его странице была замечена подозрительная активность. Более конкретных пояснений он так и не получил. Среди популярных в США католических страниц была временно заблокирована страница священника Фрэнсиса Хоффмана, шире известного как «Отец Рокки», исполнительного директора Relevant Radio, имеющего в социальной сети 4 миллиона подписчиков. Священник тоже не получил никаких объяснений от Facebook. Редакция Relevant Radio выступила по данному случаю с заявлением, в котором говорится, что внезапная блокировка страниц может быть воспринята как своего рода звонок. По сообщению Интерфакс, исследовательский центр LifeWare Research обнародовал результаты исследования взглядов американцев на религиозную и сексуальную свободы. Выяснилось, что при конфликтных ситуациях 48% опрошенных посчитали более важной религиозную свободу, 28% не смогли определиться, какая из свобод важнее. И только 24% опрошенных признали более значимой свободу сексуальную. Из христиан религиозная свобода важнее для протестантов 68%, чем для католиков 49%. 19% католиков выбирали сексуальную свободу, из протестантов ее выбрали 11%. Когда исследователи формулировали вопрос так, что всегда или в большинстве случаев важнее – религиозная или сексуальная свобода, самыми категоричными оказались представители евангельского исповедания – 74% выбирая религиозную свободу. В Польше во время памятных мероприятий, посвященных 76-й годовщине массового убийства евреев в селе Едвабни, польский римско-католический епископ Рафал Марковский извинился за эти насильственные действия поляков во время Второй мировой войны. Сообщает Благость.Инфо. Епископ Рафал Марковский выступил на мероприятиях, проводившихся в годовщину погромов в Едвабном в качестве главы Совета по религиозному диалогу и Комитета по делам диалога с иудаизмом – конференции католических епископов Польши. Это большая боль и угрызение совести. За эту боль у всех братьев и сестер еврейского народа просим прощения. Как показывает время, когда человеческое сердце охватывает зло и ненависть, «Когда эта ненависть парализует человека изнутри, это ведет к смерти, к физической смерти жертв и духовной смерти палачей», – сказал епископ. Такого рода слова, произнесенные католическим епископом, впервые прозвучали в этом месте. Несмотря на то, что в предыдущие годы епископат католической церкви в Польше уже организовывал богослужения в память о трагических событиях в Едвабном, впервые католический иерарх публично попросил прощения у евреев в этом месте, – отметили польские СМИ. По сообщению «Интерфакс», президент Российской Федерации Владимир Путин посетил на днях остров Каневец на Ладожском озере, где идут работы по восстановлению Рождества Богородичного монастыря. Во время пребывания на Каневце Путин пообщался с представителями Выборгской епархии. Речь шла в частности о работе Центра по реабилитации наркозависимых. Ранее у этого Центра была налажена тесная координация с ныне упраздненной Федеральной службой по контролю за оборотом наркотиков. Священнослужители обратились к президенту с просьбой оказать содействие в налаживании такого же взаимодействия Центра с ведомством после его реорганизации. Путин обсудил по телефону этот вопрос с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым и дал необходимые поручения. Зампредкомитета Государственной Думы по образованию, науке Любовь Духанина внесла на рассмотрение Нижней Палаты законопроект о предоставлении религиозным образовательным организациям возможности вести профессиональную переподготовку и повышать квалификацию обучающихся, передает Благовестинфо. В настоящее время духовные образовательные учреждения могут осуществлять только образовательные программы, направленные на подготовку служителей религиозных организаций, а также образовательные программы среднего профессионального и высшего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. Они и не могут предоставлять услуги по повышению квалификации, сообщает официальный сайт Государственной Думы. Законопроект направлен на более полную защиту государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования, а также на создание равных условий для реализации права на дополнительное образование и профессиональное обучение, говорится в пояснительной записке к законопроекту. По мнению автора законопроекта, религиозным образовательным организациям будут предоставлены такие же возможности, как и другим образовательным организациям. Школу звонарей откроют в исправительной колонии номер 4 в городе Медыни Калужской области, пишет Интерфакс. Такое заявление было сделано во время церемонии освящения новой звонницы храма в честь Анастасии Узарешительницы в Медынской ИК-4. Сам храм был построен в 2010 году, но до сих пор не имел колоколов. С силами осужденных под руководством протерея Сергия Мишукова храм претерпел реконструкцию. К нему была пристроена звонница, которой украсили пять колоколов, изготовленных московскими мастерами литья. Работу координировал протерей Дмитрий Сахаров, помощник начальника пенитенциарного управления по работе с верующими. Община храма насчитывает более 60 человек. Отмечается, что у них теперь появилась возможность обучиться звонарному делу. Примечательно, что именно в ИК-4 наказание отбывает победитель областного конкурса звонарей тюремных храмов, который теперь сможет совершенствовать свое мастерство в родном храме.